и снова пятница и снова торт у нас на завтрак проекте включайся пожалуйста аккуратнее иначе его не будет на завтрак иначе завтрака не будет главное что и снина под руководством которой мы можем сделать этот вкусный торт не нашабан доброго здравствуйте что же за то мы будем готовить ну я бы сказал не торт а пирожное мы с вами будем готовить пирожное медовик да но необычно мы приготовим его на сковороде просто я знаю что у многих хозяек нет дома плиты да и что теперь торты не готовить лита есть духов духовки да да просто есть огонь просто есть костер что это за дом такой где костер в середине комнаты там а такое бывает и даже в таком доме можно приготовить медовик правда и так нам понадобится первым делом нам нужно мед добавляем мед в кастрюлю включаем плиту сколько ложек меда 4 а пока мы будем начать плиту какие еще ингредиенты нам понадобится в этом чудо производстве которая жан не сможет съесть во время приготовления таких ингредиентов я напомню что нет значит нам нужен мед 4 яйца все четыре из пользу масло как нам это все перегрузить в общем я думала по ложкам в итоге просто буду в общем и целом я продолжу это наша начинка масло разогревать нет это наше тесто это что сметана сметана металла похоже же крахмал да давай ты этого отталкивать крахмал это у нас что просто ну конечно чего же делается крахмал хрустит когда вы да отварная это мы сразу сюда и малина и малина свежая пусть она там и стоит далеко и так что еще мы можем сделать мы должны сейчас нагреть мед добавить чайную ложку соды отлично нас есть три ложки мы можем себе позволить 1 для меда 2 для соды для чего же на 3 ложка и сейчас эта масса будет пениться да но мы не пугаемся в общем мы разговариваем до до кипения мы должны заваривать до тех пор пока не поменяет цвет на карамельный а если вы уже карамельный да нет посмотрите вот карамельный вы это шоколад карамельный до белый хорошо не расскажите пожалуйста если какая-то миссия приготовленная для меня в приготовлении медовика кроме того что ты можешь жонглировать яйца ты можешь заняться кремом для этого нужно смешать сметану и сгущенку вот это сметана да вот эту сгущенку на появилась дело всей моей жизни вот так хорошо миска правильно да ты спрашивал зачем я не в этой миске другой 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 а в этой миске можно смешать яйца вот это буду делать я бы на харь есть миска а ты отправляйся на а вот там она внизу а магия вот она миска прекрасно белиссимо так сколько яиц мы взбиваем 4 вступим на сколько человек у нас получится порция вся теперь мне торт целый вот если мы сейчас будем делать маленькие пирожные на вас двоих да а если вы не хотите делать пирожного просто можете коржи не вырезать а путь получится хороший торт такой большой на 6 кусочков не расскажи пожалуйста это рецепт вот твой и либо твой один из любимых твоих рецептов расскажи пожалуйста почему именно с тортом ты к нам пришла то что мне захотелось вас побаловать чем-нибудь вкусненьким хорошо а я знаю что ты еще побалуешь зрителей телеканала беларусь 2 новым сезоном и новой программы да да расскажи расскажи хвастайся вот похвастаюсь потому что действительно 2 сезон будет очень крутым мы будем с моими зрителями готовить кухни народов мира не просто так а то и мы будем это делать на недельку да мы будем готовить завтраки обеды ужины мы будем готовить японскую кухню тайскую австралийскую перуанскую мы будем рассказывать я буду делиться самыми крутыми рецептами и это будет очень интересно потрясающе но а почему на недельку мы посмеялись потому что шоу которое ведет не на шабан так и называется на неделю когда она идет на прекрасном самом лучшем канале в мире молодец все сделала что премию начислить а скажи пожалуйста не на вот не наша банка телеведущая и не на как обычный человек который каждое утро делает себе завтрак это два разных человека такие же замудренные завтраки нет я не люблю сложные завтраки мои телезрители знают что я люблю чтобы было просто быстро и вкусно я знаю даже мы потому что даже когда мы здесь готовим на кухне проекта включайся это всегда очень быстро просто и очень такие базовые бюджетные ингредиенты это классно не добавляли мы соль в нет мы добавляем сахар мы добавляем 5 ложек сахара столовых да так не на если я очень талантливо сделал замес может быть свободен и можно ли замесе сделать плохо не талантливым надо сделать его без комочков ну мы же не в детском саду и это не манная каша ну постараться хотя бы немножко всегда своими зрителям говорю готова sky будет так нет я говорю готовьте как вы считаете нужным чтобы было вкусно для вас вы же готовите на своей кухне поэтому если тебе так уже нравится значит уже хорошо подождите просто вы это есть не будете а мы будем а тем временем подождите давайте что же мы там делаем с медом здесь мед сода и масло и карамельный цвет поменялся цвет 100 граммов теперь она остынет и в общем если она варили это пару минут на маленьком огне правильно до карамельного цвета так здесь сахар яйца взбиваем взбивали то я уже взбиваю маша просто работаем да теперь добавляем вот эту смесь пошло производство разошли какое буйство красок да и теперь нам нужно добавить 200 граммов муки ну добавим так 200 там 8 ложек 8 ложек а что 200 а вот можете во вдвоем он сыпит а ты мешай чтобы не было комочков пожалуйста 8 ложек 200 граммов муки так теперь она буду знать что 200 граммов муки это 8 ложек 2 3 отлично 4 продолжать мне просто хвалить 5 молодец хорошо шесть 7 спасибо 8 но это трудно тут нужно прям физическая сила отлично жарить мы должны на среднем огне слушайте я бы никогда не подумала что можно приготовить вот фактически блинчики из меда медовик но что там с нашим коржом блинчики бильте появились дырочки значит пора переворачивать а как сделать так чтобы он не сломался кто блинчик а почему именно когда появились дырочки нужно переворачивать как это вот это значит что он с вот этой стороны пожарился блинчик готов первый блинчик наш готов что мы с этим делаем вырезала что бы получилось пирожное правильно если вы хотите торт тогда вы берете колечко побольше нет вы можете ничего не делать просто смазывать теперь блинчики мы будем делать пирожное поэтому надо постараться уместить сюда два кружочек и 2 так а вот это вот это куда а вот это остаточки который можно съесть это не остатка завтра и теперь жарим дальше блинчики сколько нам нужно всего сделать блинчиков только мы делаем пирожных из всего теста а вы представляете всю жизнь живу и думаю что в медовике мед в начинке а я а он оказывается не в начинке а я всю жизнь и жую и в принципе без разницы мед в начинке или скажи так ну что наши коржики готовы сейчас мы приступим мы будем складывать складывать отлично сразу на тарелку надо ставим кольцо колечко так это мы вообще тогда можем убрать или газ давайте я подержу да вот можем я сюда буду блинчики и так перекладывать и мой выход пожалуйста крем насколько интенсивно мне кажется можно ложечку ложечку не то ложечки да все так но в моем случае будет вилочек хорошо крема немного чтобы было где-то три миллиметра заранее надо говорить подождите так а у нас же все немножечко с творческим подходом у нас есть комочки но поэтому дайте нам с я тут целую кастрюлю вам намешал а вы мне говорите надо три миллиметра и что издевать нужно размазать надо конечно вам пока этого всего не видно но когда мы откроем это будет так красиво чтобы обалдеть ахалай махалай супер кровь сота не видно слоев а что зато зато много начинки видно слой беда ну какого украшаем какова красота украшаем так что мы делаем с мятой у нас есть свежая мята свежая малина как нам это сделать красиво и вкусно но здесь уже полет фантазии начинает ну что давайте проверим в фантазию маша хрусталёвой пожалуйста красиво очень это я делал очень красиво финину все благодаря вам правда как-то вот она так немножко шатается я волнуюсь за нее ну конечно лучше чтобы она стабилизировалась в холодильнике пару часов но мне кажется она там упадет она же будет в кольце а синька баут нина скажи пожалуйста будут ли в новом сезоне твои программы вот такие кулинарные шедевры да будет очень много красивых десертов будет очень много вообще мне кажется красивых блюд мы там приготовили где-то в районе 300 сколько 300 до и разных стран мира а как вы это все съели но было тяжело но мы напомним с 30 октября стартует второй сезон кулинарного шоу на неделю не мы желаем чтобы второй сезона по рейтинга по просмотрам был намного лучше чем первые чтобы ты такую планку задала чтобы наш программа тогда же с легкой завистью на тебя смотрела ну подождите ну подождите спасибо спасибо огромное и пользуясь случаем я хочу сказать огромное спасибо всем моим телезрителям мне очень приятно получать от вас сообщения добрые слова это просто действительно очень искренне огромное спасибо какая прелесть не на вот действительно побаловали нас какое красивое пирожное получил очень давайте скорее приступать к нашему сладкому завтра это красиво это вкусно и самое главное с таким завтраком день точно пройдет на сто процентов так что доброе утро страна а и и и Продолжение следует...